здравствуйте друзья рады приветствовать вас на канале делаем вместе своими руками с вами как всегда наталья и андрей сегодня мы будем делать замечательные вещицы из газетных трубочек а именно сердечки одно из них мы будем с вами плести на специальном миниатюрном станке а другое мы просто склеим из отрезков трубочек для работы сегодня нам понадобится вот такой маленький станочек который очень легко сделать дома своими руками как именно его сделать расскажет андрей берем вот такую досточку простая фанерка тоненькая 5 миллиметров вот и линейкой и ручкой берем и просто ее размечаем по одному сантиметру вдоль и поперек простой ручкой после того как разлиновали линейкой берем кусочек дощечки в дощечке делаем два отверстия помощью шуруповерта дрели берем два бултика и закручиваем гайками после этого вставляем трубочки расстояние между трубочками получается нас два сантиметра хочу обратить ваше внимание что трубочки мы вставляем до самого конца трубочки вставляем до самого конца чтобы они хорошо держались и при плетении мы стоечки но случайно не выдернули данные столички у нас будут сухими плотными и твердыми а вот рабочие трубочки мы заранее увлажнили обычной водой из пульверизатора сегодня мы будем плести без наращиваний что значительно ускорит наш процесс работы плести мы будем обыкновенным ситцем это очень легкое приятное плетение всего лишь нужно немножко трубочек и внимательное отношение к своему делу увлажненную рабочую трубочку мы вставляем над первым стоячком под второй стоячок просто заправляемый потом мы оставляем над третьим немножко пальчиком намечаем сгиб будущий и заводим под 4 над пятым под шестой и оставляем над седьмым теперь мы поступаем наоборот заводим под первый стоячок над вторым под третий над четвертым под пятый над шестым все вот уже два рядочка которые показывают нам будущее наш узор сица благодаря такому станку плести очень удобно трубочки держатся стабильно на своих местах и процесс работы продвигается очень быстро чтобы не было больших зазоров трубочки можно управлять следить за тем чтобы стойки наши не уходили очень сильно в сторону для этого мы как раз и делаем эту разметку на дощечке чтобы мы могли смотреть куда уходят наши стоячки и стараться ориентироваться по направляющим обрезки трубочек с правой стороны можно будет использовать для изготовления вот такого сердечка которое как раз и не требует от нас длинных трубочек все миниатюрные вещицы лучше плести из тонких трубочек для изготовления сердечек мы используем тонкие трубочки которые крутили на спицу 1,2 миллиметра используем бумагу кандапога формата а4 поэтому трубочки тонкие но коротенькие очень важно следить за чередованием рядов иначе нарушится узор сица и это будет сразу заметно по изделию около трех рядочков я еще наберу и наверное остановлюсь попробую примерить к будущей заготовке уже сердечко ну вот настал момент истины в общем то мы уже вполне справились с поставленной задачей и можем на этом остановиться после того как мы сплели нашу заготовку первым делом нужно сделать плетение более плоским перед тем как будем наклеивать поэтому мы предлагаем прокатать его скалкой так оно будет лучше приклеиваться теперь на заготовку мы наносим клей клей это будет у нас титан для древесины так после того как нанесли клей просто берем и приклеиваем дадим клею немножко схватиться пока сохнет наш клей мы сделаем вот такую каемочку делается она очень просто берем две трубочки хорошенько их смачиваем и вот так придерживая два кончика а это просто скручиваем придерживая плетение пока трубочки мягкие они очень хорошо образуют плетеную веревочку кончик веревочки чтобы не держать можно прихватить прищепочкой вот мы скрутили такое колечко и тоже второй хвостик тоже зажимаем берем немножко клея пва и аккуратненько совсем чуть-чуть промазываем после того как мы немного промажем чтобы плетение у нас не махрилась и потом выглядел очень аккуратно вот так просто рукой берем и проглаживаем к тому же потом когда мы будем обраблять сердечко так будет удобнее и трубочки не будут распускаться после того как сердечко у нас подсохло лишние трубочки мы обрезаем можно обрезать их ножницами а можно взять канцелярский ножик выбирайте сами способ какой вам лучше подойдет тут все зависит от того насколько плотные вас трубочки после того как мы обрезали трубочки с обоих сторон мы начинаем раскручивать наш механизм а теперь нашу заготовочку по контуру вырезаем ножницами сердечко мы вырезали теперь будем заниматься окантовкой для этого берем две подсохшие трубочки и начинаем их примерять это будет у нас вот таким образом здесь мы тоже обрезаем канцелярским ножом эту окантовку предлагаю приклеивать на клей момент кристалл очень просто берем промазываем краешек немножко выдерживаем и и прижимаем окантовку даем схватиться клею немножко придерживаем первую половину окантовки мы приклеили теперь будем приклеивать вторую того чтобы это сделать нужно два таких колечка скрутить и все делаем все то же самое обрезаем краешек вот мы примерили а теперь еще раз промазываем этот край клеем и точно также отклеиваем и лишнее обрезаем придерживаем нашу окантовку даем клею схватиться и и вот наша сердечко подсохла мы сделали окантовку теперь нам нужно сделать заднюю часть чтобы приклеить петельку вот вырезаем вот такое сердечко из простой мятой крафтовой бумаги и берем шнурок намазываем бумагу клеем момент кристалл чтобы шнурок у нас надежно держался и приклеиваем вначале наш шнурок а потом бумагу так вот мы склеили две части и теперь после того как наше сердечко окончательно подсохнет мы его запатинируем а теперь мы покажем еще один вариант сердечко попроще и побыстрее для создания самого простого но при этом фактурного сердечка нам не понадобится никаких сложных устройств все что нужно это вырезанная из картона заготовка сердечко и обрезки ваших трубочек которые по сути уже являются отходами я предпочитаю работать клеевым пистолетом нужно определиться для себя под каким углом вы будете приклеивать трубочки можно их приклеивать горизонтально как у меня вертикально или по диагонали сегодня будут трубочки по диагонали есть одно правило трубочку которую мы используем должна быть хотя бы немного длиннее чем наша картонная заготовка мы будем приклеивать их плотно прижимая друг другу а потом обрежем излишки трубочек по контуру нашего сердечко наносим клей на нашу картонную заготовку прикладываем трубочку под углом и плотненько прижимаем вот эти излишки клея и неровности мы просто обрежем дальше наносим следующий слой надеюсь что вам хорошо видно как я трубочку присоединяю к уже приклеимым трубочки одновременно приклеиваются картонной заготовки и склеиваются между собой мы пробовали много способов изготовления сердечек но вот те что мы показываем сегодня на наш взгляд наиболее оптимальный все буквально последняя трубочка пара секунд на то чтобы при схватился вот так у нас выглядит наша заготовочка и теперь возможности аккуратно мы выкраиваем трубочки по по контуру сердечко вуаля наше супер быстрое супер легкое в изготовлении сердечко полностью готово конечно же ему тоже не повредит окантовка такая же красивая как и в предыдущем сердечки конечно же патинирование только украсит его и сделает его более фактурным и интересным но уже в таком виде она мне очень нравится для патинирования лучше использовать защитный картон чтобы не отмывать потом свою рабочую поверхность перчатки и кусочек поролона совершенно небольшой мне не нужно много краски потому что сердечки очень миниатюрные возьму просто чуть-чуть краски с поверхности крышки не забываем отбивать краску я беру подложку из магазина начинаю выделять выступающие части для придания большей фактуры и потихонечку растягиваю краску и не стараемся сразу слишком много внести белого цвета лучше дать своему изделию просохнуть провести второй этап для высветления частей ну которые вам дополнительно захотелось все это сердечко я уже вот в таком виде оставляю немножко добавлю красочки отбиваем ее на подложке и переходим к патинированию переходим к третьему сердечку краска акриловая для радиаторов полу глянцевая отличается хорошей укрывистостью плотно высыхает просто мгновенно и вот так выглядит наше сердечко после патинирования вот такие чудесные сердечки у нас с вами сегодня получились сразу хочу сказать что самое простое сердечко мы оформили окантовкой чтобы ее сделать взяли и расплющили скалкой простую трубочку для того чтобы она стала плоской а потом приложив приклеили по периметру вот таким образом клеем момент кристалл наш клей уже подсох а я благодарю вас за то что вы досмотрели это видео до конца и были гостями на нашем канале спасибо что были с нами до свидания